Продолжение следует... Выдвижение претензий и отсутствие дружелюбных налоговых отношений между нашими странами, некоторые проблемы экономики, торговли и ведения взаимовыгодного бизнеса. Не осталось без внимания и ситуация, сложившаяся в Украине, которая была сегодня одной из самых обсуждаемых тем на встрече представителей двух государств. И хотя наши взгляды во многих своих позициях разнятся, тема поисков решений урегулирования сложившейся кровопролитной обстановки активно обсуждалась на встрече глав делегаций по иностранным делам. Возглавили их Марко Михельсон и Михаил Маргелов. Мы говорили с нашими коллегами из Международного комитета Рейки-Когу, естественно, о подписании договора о государственной границе между Россией и Эстонией. Мы говорили о том календаре, о той дорожной карте, по которой должна идти ратификация. То, что эта ратификация пойдет параллельно в Рейки-Когу и в Государственной Думе, уже практически понятно. Об этом говорил и мой коллега из Госдума Алексей Пушков. Об этом говорила сегодня и председатель эстонского парламента, и председатель комитета по международным делам эстонского парламента. Мы же в Совете Федерации бесспорно заинтересованы тоже в скорейшей ратификации пограничного договора. По словам сенатора Российской Федерации, интерес к сотрудничеству должна проявлять не только Российская Федерация, но и все страны Евросоюза. Безвизовый режим важен не только для россиян, но и для всех тех, кто сильно зависит от российского туризма. Обсуждались и практические вопросы сотрудничества по приграничным территориям и развитию инфраструктур, рыбопромыслу, пересечению границы, гидроэнергетики, а также региональное сотрудничество, сотрудничество в туризме и экономические связи. «Отношения сегодня между Эстонией и Россией, они в плане контактов расширяются. Мы видим, что заинтересованность и с российской стороны вести в разных областях прямой диалог сегодня выше, чем это было, может быть, даже несколько месяцев назад. Я думаю, что очень важно работать на то, что в том направлении, что в конце года или до конца года предполагаемый визит министра иностранных дел России дал бы новый толчок к нашим отношениям». Остается только надеяться, что разногласия между Европейским Союзом и Россией из-за сложившейся ситуации в Украине не станет камнем преткновения в подписании договора о границе. «Дипломатия – дело тонкое, и решение многих вопросов новой эры российско-эстонских отношений, как и установление приграничных буев в Финском заливе, займет не один и не два года. Но, как говорится, начало положено, и темпы урегулирования многих острых вопросов снижать просто нельзя». Сергей Дыдыкин, Риха Пресс, Первый Балтийский канал.